Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача Ночной Размовор и наш гость сегодня Альберт Исаков, Канада. Здравствуйте, Альберт! Добрый день, Кемран! Я приветствую тебя и в твоем лице всех зрителей вашего канала, всех земляков. Я выражаю вам благодарность за то, что вы нашли нужным пригласить меня в вашу студию. Спасибо большое! И мой первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Альберт, куда вы будете двигаться как блогер дальше? На самом деле очень интересный вопрос. Казалось бы, темы, которые я поднимаю, темы, которые я затрагиваю на своем канале в Ютубе, крайне негативные. В них мало позитива на самом деле, мало радости, больше боли, больше переживания, больше какого-то негативного, иногда субъективного опыта. Тем не менее, я вижу, что тема очень востребована. Это тема ксенофобии, тема крайнего радикального национализма, граничащего с нацизмом. Это тема антисемитизма и всего того, с чем столкнулись наши земляки в течение вот этих 35 лет до активной фазы конфликта. Жертвой этого конфликта стал я, мои родные, моя семья и десятки тысяч, сотни тысяч моих земляков, к сожалению. Я думаю, что тема востребована, и я вижу это по комментариям, я вижу это по живому отклику с той стороны. Люди живо интересуются, люди задают вопросы, людей очень живо трогает эта тема. Скажите, Альберт, по-вашему, армяно-азербайджанская тема исчерпана? Действительно, очень хороший вопрос. Исчерпана ли тема этого конфликта? Пока что я не вижу конца и края этому конфликту. Пока не произойдет вот это примирение, примирение на уровне сознания. Примирение на уровне чувств, на уровне отношений, причем отношения между простыми людьми. Люди не способны, к сожалению, я вижу это, я наблюдаю, я мониторю ситуацию, я вижу, что люди, к сожалению, очень часто не способны говорить. Если люди идут на какой-то диалог, то этот диалог превращается очень скоро в монолог. Люди слышат самих себя, люди говорят сами собой. Они не слышат собеседника, они не слышат своего соседа. Они не хотят слышать его, они не хотят чувствовать его, чувствовать его боль, его переживания, разделять это. Поэтому до настоящего мира еще далеко. Вполне возможно, что будет какой-то косметический мир, какой-то поверхностный мир, мир на бумаге. Но до настоящего мира, я думаю, что еще далеко. И эта тема, к сожалению, к большому сожалению, не исчерпана. Как я уже сказал, что тема очень негативная, она негативно отражается на мне, потому что я пропускаю все это через себя, весь этот конфликт, отдельные его стороны, составляющие этого конфликта, жертвой которого стал я, моя семья, как я уже говорил. Поэтому тема не очень приятная и, к сожалению, не исчерпана. У меня еще один к вам интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, за эти три года самый накаленный момент был когда? На мой взгляд, самые такие острые фазы были. Во-первых, это была война, да, 20-го года, когда был накал страстей. В принципе, люди, которые были далеки от этого региона, да, люди не по своей воле, скажем, оказавшиеся, я говорю о земляках, оказавшиеся за пределами этого региона, этих стран, да, Армения, Азербайджана, они вынужденно, желая того или нет, обращали внимание на этот регион, потому что новости сменяли одна другую, и люди просто обратились к этому региону своим вниманием, своим сознанием, своими чувствами, вот как произошло в моем случае, да. И каждый раз были какие-то обострения. Самая последняя, это последняя вот эта операция 23-го года, и то, что фактически Азербайджан освободил эту землю от армянских вооруженных сил, формирований, которые присутствовали там, и держали в своих оковах, оковах в узах, мраковых в узах, ужаса, террора и так далее. Не только террора по отношению к Азербайджану, к азербайджанскому народу, да, который был изгнан с этой земли, но и террора по отношению к армянскому народу. Вот сейчас мы наблюдаем как раз такую фазу, когда карабахские армяне оказались в Армении, их ничто не связывает, они могут свободно выражать свои отношения к власти, которая, значит, вот этой хунте, которая была в Карабахе. И люди говорят, люди, я наблюдаю за этим, очень интересно, как они обвиняют власть, вот эту вот, в том, что все эти 30 лет фактически они грабили свой собственный народ, не говоря уже о том, что природные жители этого региона, азербайджанцы, они были ограблены, они были искнаны и так далее. Альберт, а в вашей жизни когда-нибудь угрожали? На самом деле я получаю очень много угроз в комментариях, то есть у меня открыты комментарии под моими роликами. Каждый раз, когда я выкладываю очередной ролик, очередной материал, разоблачающий армянский национализм, да, шовинизм, я получаю огромное количество, значит, оскорблений, угроз, упреков, и очень часто я блокирую таких, значит, людей, подписчиков, посетителей моего канала. Да, мне постоянно, постоянно определенным образом угрожают, это именно в комментариях происходит. Вы задавали себе когда-нибудь вопрос, зачем я это делаю? Действительно, очень интересный вопрос, мотивация, ради чего или во имя чего я это делаю. Очень часто можно, я думаю, что любому блогеру, журналисту или человеку, который вовлекается в эту тему, увлечься ею и потерять цель, потерять смысл, да, того, что он делает. Часто это происходит, я наблюдаю, значит, в работе других блогеров, да, блогеры выгорают. Дело в том, что в моем случае я делаю материал только когда этот материал проходит через меня, то есть тот материал, та тема, которую я пропускаю именно через себя, свою личность, свое собственное восприятие. И поэтому не всегда и не часто вы можете увидеть какие-то новые материалы на моем канале. Недели, две недели я ничего не делаю, поэтому меня должно тронуть, то есть тема, если я что-то увидел, что-то надо перевести или что-то прокомментировать, должно очень сильно меня зацепить, меня тронуть, чтобы была мотивация. Скажите, пожалуйста, Альберт, что сложнее для вас, быть евреем или быть армянином? Что сложнее быть армянином или быть евреем? Ну, я не считаю себя армянином, я считаю себя евреем. Вы знаете, что на Кавказе вообще принято так по отцу считать, да, значит, национальность. Для меня национальность не играет никакого значения, национальная принадлежность. Армянин, еврей, грек, русский, азербайджанец, лесгин, американец, я не знаю, итальянец, абсолютно не играет значения. И вопрос, конечно, интересный, что труднее быть армянином или быть евреем. Я вспоминаю фразу из одного фильма, фильм о Холокосте. И там главный герой как-то обратился к Богу и сказал, «Хорошо, конечно, что ты нас избрал, ну, от лица евреев, да, значит, евреи избранный народ, но лучше бы ты избрал кого-то другого». Поэтому, если человек говорит о себе, да, или заявляет о себе, что он часть великой культуры, древней культуры, культуры, которая обогатила, которая дала что-то, да, человечеству, остальному человечеству, остальным народам, это, наверное, налагает на человека какие-то обязательства, какую-то ответственность, да. Но, на мой взгляд, сложнее всего быть и оставаться человеком. Не быть и оставаться армянином или быть и оставаться евреем или азербайджанцем, а быть и оставаться человеком прежде всего и только лишь. Для меня вот это вот первоначально национальная составляющая, национальные отличия на втором, на третьем плане. Если бы вам в будущем предложили в Азербайджане государственную должность, вы бы вернулись? Знаешь, Кемран, что я хочу сказать. Для меня никогда не было никакой такой вот мотивации или желания получить какую-то должность. Даже мыслей таких не было, никогда не возникало в моей голове. При всем при том, что я делаю, делаю, наверное, я думаю, достаточно много. Для меня прежде всего оценна и важна оценка моих земляков, азербайджанцев, жителей Азербайджана, представителей разных национальностей, моей родины. Я вижу действительно живой отклик. Я вижу оценку людей, простых людей. Людей, которых задевает эти темы, которых затронул этот конфликт, этот конфликт прошелся по-живому, коснулся всех нас. Мы все говорим на эту тему. Я думаю, что для меня вот это признание людей, их благодарность выше любой должности на самом деле. Я никогда не стремился, у меня никогда не было мотивации получить какую-то материальную выгоду из этого. Я даже не включаю обыкновенную монетизацию на своем канале. Никаких донатов вы видите. Ни разу еще я не говорил о том, чтобы слушатели, зрители моего канала лайкали это видео или распространяли его. То есть материал востребован, материал не нуждается в какой-то особой рекламе и в каком-то рейтинге особом или в каком-то официозе на самом деле. В чем, по-вашему, главная проблема азербайджанцев и армян? Главная проблема азербайджанцев и армян это то, что два этих народа были натравлены друг на друга. Этот регион, да, наш регион, регион Южного Кавказа был отравлен. Я не перестаю удивляться богатству, величию, да, русского языка, хотя мы не относимся, да, к русскому этносу. Тем не менее мы все, скажем так, русскоязычные люди, да, в большей степени. И так уж сложилось, так уж получилось, не по нашей воле, да. Поэтому я говорю и думаю на русском языке, и все, что я делаю, это на русском языке, да. И насколько богатый русский язык в этом смысле? Отравили, натравили, вот главное то, что произошло, это отравление, это инъекция ненависти, вражды. Это сознание, которое было внушено, фактически, да, народом о том, что они не способны самостоятельно находить общий язык. Люди практически поверили в это. Люди живут вот в этой вражде, в этой ненависти. К сожалению, конца края этому не видно. Вы часто переводите с армянского на русский. А было ли что-то, что вам было просто больно перевести? Да, действительно, когда я начал, в принципе, свою деятельность, я начал копать материалы, да, на армянском языке, потому что я владею армянским языком, да, и переводить что-то. Особенно тяжело для меня было переводить это, значит, откровения, так называемые, если можно их назвать откровениями, Манвела Григоряна, значит, генерала, более известного как Манвел Тушенка, да, где он рассказывает о том, что, как они натравливали армянских детей, да, в Гадруте, то есть, будучи эмиссарами из Армении, как они натравливали детей, как они избивали азербайджанцев, которые приходили к армянам, к своим, скажем так, односельчанам, или рядом, например, село, да, армянское, азербайджанское село, да, в Гадруте, гадрутские села, как детей натравливали друг на друга. Действительно, было очень сложно это слушать, это была шокирующая информация. Также есть на моем канале, например, интервью Оника Кардаша, армянского скульптора, пожилого старика, который жил шесть месяцев в 2001 году, тоже очень интересное интервью. На самом деле, каждый материал, который я, с которым я сталкиваюсь, да, или который я перевожу, он шокирует меня, и я пропускаю его через себя. Я помню, когда я переводил, значит, интервью мальчика, да, Микаэл, такой мальчик, вундеркинд в Армении, когда он говорит, что планета, я, значит, уничтожу всех людей, оставлю только армян. Я помню, когда я переводил его, и я лег, значит, ну, уже засыпать, слезы полились с меня градом. Я видел этого ребенка как бы перед собой, я не мог сдержать слезы, вся подушка была мокрая на самом деле. Это тоже было для меня очень больно, потому что я понимал, что это ребенок, который повторяет вот это безумие взрослых, генерируется в его мозгу, в маленьком детском мозгу, безумные мысли абсолютно, абсолютно не детские мысли, не детские мечты, не детские желания, какое-то безумие. Мне было очень больно, на самом деле, я буквально плакал. Альберт Исаков, вы счастливый человек? Вы знаете, счастливый человек, я не думаю, что я какой-то особо счастливый человек, или я никогда не ставил перед собой цель быть счастливым человеком. Я получаю счастье, если я могу кому-то помочь в чем-то, да, объяснить что-то, вообще каким-то образом помочь, или сказать какое-то доброе слово. Для меня высшего счастья нет, то есть я не вижу счастья в материальном каком-то благе, да, получении, стяжании каких-то материальных ценностей. Хотя я живу и не жалуюсь, да, на жизнь, но счастье для меня – это быть полезным, быть кому-то нужным. Я не представляю, например, жизнь, если ты никому не нужен, и на самом деле это самая несчастная, самая ужасная жизнь. Если я кому-то нужен, если то, что я делаю, кому-то интересно, кого-то касается, кого-то трогает, для меня, наверное, это составляющее счастья. Скажите, пожалуйста, сегодня, когда все уже закончилось, вы по-прежнему нужны? На самом деле, нужен ли я или не нужен, я не делаю то, что я делаю, я не делаю для того, чтобы быть нужным или быть востребованным. То есть я делаю прежде всего для самого себя. Я начинал свой блог, когда у меня было несколько десятков зрителей, посетителей или подписчиков. Постепенно это возросло до почти, сейчас уже, по-моему, 14 тысяч подписчиков. Если завтра у меня не будет ни одного подписчика, я все равно это буду делать. Потому что я чувствую потребность, чувствую необходимость в этом, именно говорить об этом. Если один человек услышит, если один человек поймет, да, я говорю особенно о той стороне, и пересмотрит свои ценности, свой взгляд на мир, да, или хотя бы что-то произойдет, что-то двинется в его душе, какое-то сожаление, какое-то движение, я буду думать, что все-таки это нужно кому-то. Скажите, пожалуйста, вас запомнят следующие поколения? Вы знаете, я никогда не думал и не ставил вопрос так, запомнят ли меня или забудут, если я исчезну, скажем так, перестану что-то говорить там. Вы знаете, передо мной вот пример такой, да, Арье Гуд. Человек, который очень много сделал для израильских и азербайджанских взаимоотношений. Человек, который фактически был послом Азербайджана в Израиле и Израиле в Азербайджане. То есть этот человек был человеком-мостом. Вот он умер, да, то есть он очень долго болел и скончался. На его могиле было несколько человек, я видел эти похороны. И я не испытываю никаких иллюзий, будут ли меня помнить или не будут меня помнить. Скорее всего, меня забудут, как и вас забудут, и всех нас забудут. Главное то, тот результат, который мы смогли достичь. Если мы кому-то помогли, если мы помогли кому-то словом, добрым словом, какой-то информацией. Если мы открыли кому-то глаза, вышли кому-то навстречу. Забудут ли нас, мы не делаем этого для того, чтобы нас помнили. Мы делаем это ради самой, как говорится, истины, да, ради самой правды. А не для того, чтобы нас запомнили или зациклились на нас, на нашей личности. Главное это тема, главное это послание, которое мы несем. Я думаю, что каждый человек должен думать об этом, а не о том, чтобы его запомнили или переживать, если его забудут. Альберт, если бы у вас была возможность обратиться к президенту Азербайджана с просьбой, о чем бы вы его попросили? Я бы, конечно, попросил бы уважаемого президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы он, то дело, которое он начал, да, в принципе, то дело, которому он посвятил свою жизнь, те темы, которые он поднимал, в принципе, большая часть из его вот этих вот заветных желаний или обещаний, которые он давал, он их выполнил. Он вернул вот эти 20% земли, которые были оккупированы, он вернул их. Все, что он говорил, он делал, продолжает делать. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы вот это его желание о возвращении азербайджанцев на их исконные земли, где они проживали веками, тысячелетиями на территории Армении, чтобы они могли вернуться туда. Я не говорю о том, чтобы захватить или отнять эту территорию. Я говорю о том, чтобы вернуться в качестве лояльных граждан, чтобы это его желание, его мечта исполнилось, и люди могли вернуться на свою землю. Я общаюсь с очень многими людьми, которые выходцы из Армении. Эти люди плачут, эти люди звонят мне, и буквально эти люди плачут. То есть они хотят вернуться, люди выходцы из сел, из поселков, да, где жили компактно азербайджанцы в Армении. Поэтому я бы очень, конечно, хотел бы, чтобы он смог бы, и чтобы у него получилось это до конца. Потому что я знаю этих людей, это простые люди, которые пострадали так же, как и мы все пострадали, в принципе. Люди лишились своей Родины. Я знаю, что такое лишиться, потерять чувство дома, чувство очага, то, что согревало в детстве, то, чего ты лишился по милости или по прихоти. В данном случае мы говорим об армянском национализме. Вот этих националистов, радикалов, дашнаков, врагов своего собственного народа. Людей, которые не хотят и не желают мира, примирения, добра. А, прежде всего, своему народу, на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, по-вашему, сегодня больнее всему кому? Кому, по-вашему, сегодня больнее всего? Сегодня, на мой взгляд, больнее всего тем, кто оказался издержкой, издержками этого конфликта. Это беженцы. Это беженцы. Когда-то это были азербайджанцы. Да, которые бежали. Когда-то это были армяне, которые покинули Азербайджан в массе своей. Кто-то смог обменять квартиры. Для кого-то это прошло относительно легко, да. Ему было тяжело больше в моральном, психологическом смысле. Кто-то потерял все, как мы, например, да. И оказались в Армении без скала, без двора, как бомжи. И такая же судьба постигла, чем многих азербайджанцев. Беженцам тяжелее всего. Я всегда буду на стороне беженцев. Я смотрю, например, беженцев из Украины, да, которые оказались в других странах. Для меня беженец, тема беженцев, самая тяжелая тема. И я думаю, что им тяжелее всего. Когда я вижу людей с чемоданами, с сумками, мамочек с детьми, значит, маленькими, людей, которые в аэропортах где-то, на каких-то вокзалах с этими сумками. У меня все переворачивается. Я вспоминаю свое, ну, скажем так, уже не детство, да, подростковый период. Для меня это ужасно, эти картины. Я думаю, что беженцам тяжелее всего. Неважно, это армяне или азербайджанцы, или еще какие-то представители других народов, в других странах. Самая незавидная участь или доля быть беженцем. Альберт, наблюдай за событиями недавними. Что привело к тому, что армяне просто все встали и уехали за несколько дней? Очень много интервью, я смотрю на армянском языке, да, где говорили, что азербайджанцы спрашивали их, да, там, военные или люди, которые там были, журналисты, например, почему вы уезжаете, почему вы оставляете, почему вы покидаете, то есть оставайтесь, да, то есть были такие разговоры, почему вы это делаете. Дело в том, что я думаю, что каждый третий, если не каждый второй, там, участник войны. То есть люди, у которых руки в крови, в крови их соседей, люди, у которых вот эта тяжесть вины, бремя вины, отягощенная совесть, они понимают, что они наломали дров и перешли все возможные, значит, пределы, да, во взаимоотношениях, когда обратного пути нет, поэтому эти люди были рады просто все бросить и убежать, уйти оттуда. Спасибо вам, Альберт, большое за ваш энтузиазм, за все то, что вы делаете для Азербайджана, для своей родины. Благодарю вас от всей души. Спасибо вам, дорогой Кемран. Всего доброго, всего хорошего. Дорогие друзья, гостем передачи «Ночной размовар» был известный блогер Альберт Исаков, Канада. Спасибо ему большое за то, что был с нами. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok